Спасибо. 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 Это понимание нашего мира, то, как мы его видим через наши чувства, ощущения и наш опыт. Это то, что называем интуитивным понятием, когда мы на микромолекулярном уровне, на микромасштабном уровне выясним, что, оказывается, типичных ситуаций и обычных вещей уже там не оказывается. Оказывается, механика микромира значительным образом меняется. Там появляются такие чудные вещи, которые, оказывается, совсем непривычны для нашего мозга. И вот одна из этих странных вещей – это квантовый туннелинг. Прежде всего, давайте я приведу пример. Если мы возьмем мяч и кинем этот мяч, кинем его об стенку, обычно он отскочит от этой стенки. Почему? Потому что энергии этого мяча достаточно для того, чтобы отскочить, но не достаточно для того, чтобы пробить стену. Однако в квантовой механике ситуация другая. В квантовой механике частица может преодолеть барьер. Она может как одновременно отскочить? Так, еще чуть-чуть. Можно ли поближе? Так, лучше. Ага. Итак, благодарю. Когда мы кидаем мяч, и когда наша частица, которую мы визуализируем как мяч, она с одной стороны отскочит, и в это же самое время она проходит сквозь стену. У нас есть такое выражение «смотритель зоопарка в квантовой механике». Понимаете, если лев может одновременно и быть в клетке, и выходить из клетки, то у «смотрителя зоопарка» проблемы. Вот, собственно, давайте этой метафорой будем пользоваться. На графике красным обозначена та самая механика прыжка или скачка, а синей стрелкой обозначен тот самый квантовый туннелинг. То, что мы в классическом мире понимали бы как термальный прыжок или термальный скачок, в квантовой истории будет называться квантовым туннелем, поскольку частица может пройти сквозь. Квантовый компьютер использует эти эффекты для того, чтобы найти минимальный энергозатратный путь к конкретной точке. И в данном случае там, где у нас имеются так называемые нерешенные задачи, квантовые компьютеры могут справляться с ней, поскольку мы находим так называемый минимальный масштаб или минимальный энергозатратный путь для достижения конкретной точки. Это так называемый эффект квантового туннеля. Но если у вас прямо во время моей лекции возникают вопросы, я буду с удовольствием на них отвечать. Я не очень люблю, когда мне задают вопросы только в конце моего выступления, поэтому если вдруг вы чувствуете, что вам хочется задать вопрос, задавайте. Следующий эффект, который похож, но немножко отличается, о котором часто говорят, это квантовый параллелизм. Это такой ключевой эффект в квантовых компьютерах. Идея заключается в том, что можно взять регистр, квантовый механический регистр, то есть хранилище памяти, и этот квантовый девайс, этот квантовое устройство может в обычном базовом устройстве показывать сигнал 1 или 0. С точки зрения квантового механического регистра, он может сохранять так называемые суперпозиции классических бинарных состояний. Это не только 1 или 0 с какой-то возможностью, а и 0, и 1 в одно то же время, одновременно. И это удивительно и очень чудно, поскольку это приводит к ряду последствий. У нас сразу появляются вопросы контекстуальность, локальность, пугающие свойства квантовой механики. Но это в то же самое время становится ресурсом. Программисты могут использовать это явление для своих исследований, в том числе в области физики. В каких же направлениях текущие лидеры квантовых технологий двигаются, и в каком направлении они будут двигаться в ближайшее время? В последнее время мы говорим о том, что можно полететь на Марс. Не знаю, может быть, это и хорошо для человечества, может быть, мы окажемся там в какой-то момент времени, но вроде как это не то, что можно легко представить себе завтра. Сначала сейчас, в наше время, технологические компании пытаются распространить информацию о ситуации с текущим состоянием технологий. Вот то же самое происходит сейчас с квантовой механикой. Сейчас порядка 400 исследовательских групп создают разные аспекты квантовых компьютеров и создают алгоритмы, и я в том числе. И мы... Прошу прощения, Джейкоб, вы меня понимаете, или мне лучше перейти... Не знаю. Если... А, а какой тигр реальный, в клетке или за клеткой, и кто определяет эту реальность? Мне кажется, что этот вопрос... Прошу прощения, звук переводчика идет в канал. Если у вас есть вопрос... Если у вас такой вопрос, скорее, философский, я бы предпочел отложить его до конца, потому что... До конца моей лекции. Потому что сейчас мы можем идти сильно в философию. Итак, технические компании, которые сейчас... Точно так же, как и те люди, которые мечтают о поездке на Марс, предпринимают разные шаги в этом направлении. Но они, конечно, пытаются понять, как распространить информацию о своей деятельности. Но что касается направления компаний, то прежде всего Google, конечно, фокусируется на так называемом квантовом превосходстве. IBM развивает большое портфолио квантовых химических вычислений. В их лабораториях, конечно, движется развитие настоящей науки, потому что там одновременно работает и химия, и квантовые вычисления. Компания D-Wave одновременно разрабатывает платформы для специальных аппаратов, улучшенных при помощи квантовых свойств. Они занимаются машинным обучением, а это даже не совсем компьютеры, они называются устройствами квантового отжига. Там есть несколько стейкхолдеров, которые вовлечены в эти действия. Google и IBM пытаются использовать суперпозицию для своих разработок. И, собственно, сейчас мы посмотрим на то, как Google использует свою позицию на текущий момент на рынке для понимания, как будет развиваться квантовое вычислительное превосходство на текущем рынке. Если мы хотим сейчас избавиться от таких шумных компьютеров, квантовых компьютеров, которые сейчас существуют, нам нужно проделать несколько изменений в механике создания таких компьютеров. К сожалению, шум – это пока неотъемлемая часть квантовых компьютеров. Итак, сейчас мы продолжаем думать, что перед нами случается вторая квантовая революция. Вторая квантовая революция происходит с учетом того, как большие события начинают происходить на большом масштабе. Я могу проводить исследования так, чтобы квантовые исследования помогали нам создавать лазеры. Как можно контролировать, например, развитие компьютера, монитора, который находится передо мной? Вторая квантовая революция помогает контролировать нам развитие очень-очень маленьких квантовых систем, не тысячи частиц, а, например, 3-4 частицы. Можно ли их контролировать отличным образом? Можно ли контролировать 100 частиц? Контролирование 100 частиц – это уже сейчас находится за пределами человеческого состояния и возможности. Если можно контролировать 100, тогда мы можем контролировать тысячи. Но если вам нужен очень-очень четкий контроль, тогда вам нужна вторая квантовая революция. И сейчас мы над этим работаем. Весь мир над этим работает. С самым высоким количеством точности, которое возможно, это очень маленькие системы. И рассматривая это, если мы посмотрим на то, что есть у Гугла, по какой траектории двигается его развитие, мы до сих пор не знаем столько, сколько люди думают, что мы знаем о состоянии квантовых компьютеров. Мы не знаем, когда мы сможем сделать что-нибудь новое при помощи квантового компьютера. То, что мы сейчас не можем делать с помощью классических компьютеров. Мы не уверены точно, что какими будут точные практические сферы применения. Мы сейчас находимся на пороге того состояния, когда эти новые устройства станут конкурентоспособными с текущими рабочими компьютерами, но только при условиях, что если вы их можете загнать в рамки исполнения практических задач. И когда, как только эти компьютеры смогут произвести вычисления, которые не могут, когда квантовые компьютеры смогут произвести вычисления, которые недоступны классическим компьютерам, тогда мы сможем поистине сказать, что мы перешли в новую технологическую эру. Если, например, мы даем квантому компьютеру возможность выполнить ряд вычислений, если классический компьютер не может выполнить эти вычисления, И почему вы хотите попробовать протестировать это таким образом? Вы загружаете оба компьютера разными числениями. Если квантовый может справиться, обычный нет, то мы получаем интерес. Почему мы хотим этим заниматься? Потому что это своеобразный тест, который называется квантовое превосходство. Мы, двигаясь дальше, нам нужно получить возможность снижать уровень квантового шума. И в конце концов мы должны привносить все больше и больше звукоизоляции и изоляции от потока воздуха. И мы получаем новые возможности процессора. То есть тем, как накапливается шум, с течением времени мы имеем энтропию, мы имеем ухудшение состояния. И поэтому вы можете исполнять алгоритм только на протяжении очень короткого времени. Поэтому у нас сейчас есть состояние, где вы можете использовать практически квантовый компьютер, но всего лишь на пару секунд. И наша задача растянуть и увеличить время возможного использования в сотни и тысячи раз. И направление, в котором дают Google и подобная ему кампания, это в этом направлении. Сейчас у нас примерно 100 кубитов имеется у Google. Может быть, потом будет больше. И здесь вопрос не в том, что это 100 кубитов или больше, а вопрос, как хорошо вы можете управлять этими существующими кубитами. Итак, Пол Драк, один из основателей Quantum Mechanics, сказал, что есть очень странное вычисление. Если мы можем решить это вычисление, то мы сможем доказать определенный... Постулат. И вопрос, можем ли мы решить это вычисление? И многие квантовые вычисления задаются вопросом, можем ли мы решить вычисление? Принцип Турента, который говорит, что каждый физический процесс в мире может быть симулирован при помощи компьютера. Хорошо, но не квантовая механика. Квантовая механика не может быть симулирована ни в одном случае, в исключении тех случаев, когда у вас есть квантовый компьютер. Большинство ученых верит, что квантовые компьютеры дают нам улучшенные возможности вычисления, и этот факт основан на эмпирических доказательствах. И в отличие от большинства вещей, которые мы часто слышим, у нас нет эмпирических доказательств, и большинство из того, что он говорит, на настоящий момент является уже эмпирическим подтвержденным, и в скором будущем мы увидим развитие и большее количество доказательств этого. И можем ли мы, как люди, как классические живые существа в мире, в котором мы все эволюционировали и к которому мы все уже привыкли, можем ли мы физически найти решение этим уравнением? Можем ли мы построить компьютеры, которые могли бы решать эти уравнения? Есть ли что-то изначально отличающееся в квантовой механике, что останавливало бы нас? И вся сложность, которая требуется для моделирования подобной ситуации, слишком велика для обычных компьютеров. И что же нас может остановить? И вот на сегодняшний день, на момент проведения сегодня лекции, каждый алгоритм на классическом компьютере, который симулирует квантовую систему, экспонентально выпадет из контроля. Экспонентальный рост затрат памяти – это камень прикновения, из-за которого мы теряем возможность симулировать химию и материю. И как только эти взаимодействия становятся слишком сложными, мы теряем возможность их симулировать. И когда квантовый компьютер, такой как Quantum Computer IBM, он использует квантовые эффекты для того, чтобы симулировать подобные явления. И если вас спросить, понимаете ли вы квантовую механику? Ну да, но не так хорошо, как мне хотелось бы. Можете ли вы использовать квантовый компьютер, не понимая квантовую механику? Да, в самое скорое время человечество получит возможность к этому. Это философский вопрос, это некое плохое предзнаменование. То есть, возможно, вы не сможете применить это с полной эффективностью. И это то, где мы находимся на настоящий момент. То есть, у нас сейчас есть уже доказанное проявление, что есть принципиальное отличие между квантовыми компьютерами и обычными. И отделение и моделирование квантовых эффектов и квантовых уравнений является первым практическим применением для квантовых компьютеров. И чем дольше будет продолжаться данная лекция, тем больше мы сможем продвинуться в рассмотрении этого вопроса. Поскольку сам квантовый компьютер подчиняется тем же законам, как и та система, которую он пытается подчинить. Итак, оптимизация. Это достаточно... Почему оптимизация отличается от симулирования химических реакций? Это важный вопрос. Так, оптимизация. Это то, о чем большинство из нас задумывается, когда мы думаем о компьютере. Большинство из нас думает, эй, давайте-ка я попробую симулировать разворачивание черной дыры или какую-нибудь сложную химическую процедуру. Как правило, мы заняты более практическими вопросами. Например, как бы нам более эффективно инвестировать в наши акции, или как нам лучше выполнять те или иные задачи, как нам сводить концы с концами, как нам оптимизировать наши инвестиции. И всегда есть оптимизация или решение. Иногда мы принимаем эти решения сами, иногда мы обращаемся к внешним услугам, иногда мы используем анализ данных. И вот, например, поток машин в городах. Если мы подумаем о умных городах, то мы получим возможность оптимизировать это в режиме реального времени, в зависимости от его состояния. И оптимизация может решать подобные проблемы. И эти проблемы отличаются от проблем решения уравнения в химии. Эти проблемы отличаются от физики сжатой материи. И мы верим, что квантовый компьютер будет лучше в решении этих проблем, но мы не думаем, что он будет экспонентально быстрее. Он будет отличаться на значительную величину, но не на экспонентальную. И достаточно интересно, что результаты подобных исследований выглядят достаточно обещающе. Многие новые модели в информационных технологиях включают в себя включение в их тело случайные процессы в сам процесс вычисления. Например, я создаю алгоритм для того, чтобы решить что-нибудь, но я не использую дискретную структуру данных, а я использую нечто с элементом случайности. И мы очень часто видим, что работает достаточно хорошо. Такие как D-Wave оптимизаторы, у них изначально есть некое количество случайностей. Мы думаем, что есть целый ряд проблем, которые мы сможем решать с помощью них. И нам, можете верить, а может нет, будет легче программировать. И очень интересный аргумент или спор, который мы немножко посмотрим чуть позже. Многие компании сказали, что давайте мы попробуем начать разрабатывать квантовые компьютеры. И используя логику, что если мы сейчас начнем разрабатывать квантовые компьютеры, то нам не придется делать это позже. И это может быть странно, но интересная вещь про чип D-Wave, это не D-Wave, это Fujitsu, это машина по вычислению, которая способна делать вычисления по минимизированию энергозатрат. И этот чип выходит на открытый рынок в этом году, он уже был практически использован. Эти системы для квантового отжига будут заменять классические компьютеры, некоторые будут решать уникальные проблемы, а некоторые будут чем-то между этими двумя. Это новая модель вычисления, которая занимается взаимодействием этих бинарных единиц, которые называются спины, и эти устройства являются очень эффективными и могут решать очень широкий спектр проблем намного быстрее, чем лучшие компьютеры современности. И мне кажется, что точка, когда мы перейдем на следующий шаг, на следующий уровень, по сравнению с существующими суперкомпьютерами, уже очень близка. Так что это очень интересная сфера развития, и она развивается супербыстро. Как много из нас сейчас участвуют в квантовой революции? Какое количество уже запрыгнуло в этот вагон быстрого уходящего поезда? Многие из них сейчас уже ведут свою активность в сфере квантовых вычислений. Практически все в Европе, особенно в том числе в трансатлантическом пространстве в Северной Америке. Очень много применений уже найдено с точки зрения оптимизации. Большое количество компаний, которые сейчас изображены на слайде, используют результаты работы квантового вычисления. На текущий момент квантовые вычисления еще не превзошли классические компьютеры. Какие сейчас текущие рынки существуют и открывают нам возможности? Смотрите, есть компании, которые говорят, я уже смотрю в будущее, я просто хочу поместить свое приложение в квантовую систему, чтобы об этом не переживать в будущем. Итак, что происходит? Давайте посмотрим на рынки, и Россия в том числе находится там. Соединенные Штаты сейчас являются доминирующей силой на рынке. Смотрите, информация на слайде, конечно, впечатляет. Посмотрите на объем в том числе Соединенных Штатов Америки на схеме. Европа на самом деле уже начинает мультимиллиардные проекты инициатив. У России сейчас есть национально-технологическая квантовая инициатива. Тут работает Московский технологический университет с господином Кулевым, который сейчас работает на высочайшем уровне. Это очень конкурентный процесс. Так что, прошу прощения, господин Кулик сейчас работает в этом направлении, и в сентябре и октябре мы уже будем работать в этом направлении. Я, к счастью или к сожалению, не нахожусь на самом фронтире этих исследований в России, но тем не менее принимаю участие. Все по всем континентам сейчас используют квантовые технологии в движении к будущему, и даже в Африке есть центр квантовых компьютеров. И говорят, смотрите, это же уже похоже на какой-то пузырь, правда? Ну, может быть, да, но это интересно, потому что технические компании, это похоже, по сути, на компании по производству автомобилей. Все хотят производить Porsche, все хотят производить Ferrari, все делают прекрасные машины для развития самых скоростных двигателей. Именно поэтому существуют гонки. Гонки никому не интересны. На самом деле гонки – это всего лишь возможность продемонстрировать использование технологий, и возможность стимулировать развитие самых новых, самых лучших технологий в автомобилестроении. Чем лучше вы сможете, точно так же и в квантовом формате происходит, чем лучше вы сможете соединить эти маленькие частицы вместе, тем лучше базовые классические технологии смогут получить значительные улучшения с точки зрения производительности. Я не думаю, что Ferrari когда-нибудь бросит свою гоночную систему, свою гоночную историю, ровно потому, что она там не зарабатывает на этой истории. Нет, дело ведь совсем не в этом, дело ведь не в заработке, дело ведь в том, чтобы протестировать свои технологии. Что касается рынков, которые находятся на периферии, которые сейчас находятся в росте, Мы можем говорить о проводных технологиях, о технологиях заморозки. Основная проблема сейчас, которая существует в квантовых системах, это подсоединение проводов, потому что проводов у вас огромное количество – 100, 200 и многие. При этом общение с чипом через провода крайне затруднено, особенно на физике низких температур. Существуют специальные инструменты, которые позволяют так или иначе взаимодействовать с этими чипами. Например, Oxford Instruments – мировая компания, которая помогла разработать технологию в этом направлении. Суперпроводные низкотемпературные электроды – это один из текущих выходов. Это не то, что мы сейчас используем в наших телефонах. То, что сейчас происходит, – это классические компьютерные технологии и отличные материалы, и также отличный контроль над этими материалами. В квантовых системах материалы уже другие, а мы стараемся делать похожие на классические материалы истории. Именно поэтому сейчас у нас есть и запрос, и интерес на то, как можно сделать суперпроводники при низких температурах. Можно, например, продемонстрировать работу копроцессора. Где мы будем находиться через пять лет? Как будет выглядеть квантовый компьютер и суперкомпьютер, который будет выполнять маленькие задачи? Как мы будем взаимодействовать с этим компьютером? Как мы будем транспортировать эти компьютеры? Как мы будем разрабатывать такие компьютеры, такие механизмы, которые можно будет транспортировать в том числе? Как мы будем располагать их вычислительные мощности рядом с пользователями? И это большая сложность для компьютерной индустрии в принципе. Скажем так, снежная лавина накатывается и накатывается. Мы стоим у подножия горы, а она все равно свалится на нас. Вопрос только в каком объеме и когда. Куда мы будем двигаться в будущем? Все любят говорить и общаться на предмет квантовых компьютеров. Даже те люди, которые ничего не понимают в квантовых компьютерах. Например, русский Форбс. Список лучших бизнесменов по версии Форбс часто включают в себя людей, которые говорят и публикуют даже статьи о квантовых компьютерах, хотя ничего не понимают в этом направлении. Люди считают и начинают думать о том, где правда, где вымысел. Широкая публика не очень разбирается в этом. Где взять честную информацию? Это все хорошие вопросы. Конечно, всем хочется решить проблемы материаловедения. Как мы раньше говорили, химическое материаловедение, оптимизация портфолио, машинное обучение и многие другие сферы. Здесь есть уже хорошие примеры, как наша квантовая тема может помочь нам, в том числе даже при наличии только классических компьютеров. В будущем на рынках, как мне кажется, будет более спекулятивный такой формат, но тем не менее он будет меняться. Это рынок устройств, хранящих энергию, энерго-вмещающих технологий, энерго-емких носителей, рынок энергоносителей в принципе. Если мы запишем уравнение квантовой механики в базовом формате и применим это на энергоносители, я уверен, что случится мировая революция, в том числе на рынке энергоносителей. Мы сможем развиваться настолько быстро, как вы себе даже представить еще не можете. Как будто бы мы нажмем кнопку перезагрузка. Нам придется сделать эти модели, которые мы сейчас используем, исключительно квантово-механическими моделями. Я не знаю, насколько далеко такое будущее от нас, но я уверен, что выхлоп от такого процесса заключается в том, что энерго-емкие материалы будут критически измененными, что их мощности значительно усилятся. Я абсолютно уверен, что батареи, например, критически изменятся, и я очень жду и надеюсь, когда же это случится. Другой интересный аспект происходящего – это, конечно, стабильность отрасли. У нас есть определенный план развития. Оптимизация D-Wave, как я уже сказал, работает на квантово-механических эффектах. Чем больше эффектов, тем лучше, тем серьезнее происходит ускорение. Так у вас появляется дорожная карта. Вот я, например, могу построить большой процессор, большой чип, буду добавлять, докручивать туда квантовые механики, и он будет ускоряться. И это здорово, это прекрасно. Мы получаем значительное усиление вычислительной техники. Это огромное преимущество. Люди могут принимать решения на уровне генерального директора. Так, есть ли у нас дорожная карта, к чему нам можно стремиться? Да, нет, подождите. У нас здесь не будет пути проб и ошибок. У нас здесь будет путь инкрементального развития, когда от раза к разу мы будем делать и улучшаться, делать и улучшаться. Люди смотрят на эти процессы и в России, и за пределами. Российские бизнесмены делают свои решения. Они должны принимать во внимание эти ключевые факторы. Да, технология будет расти вместе с программным обеспечением, вместе с непосредственным железом. Будут появляться новые устройства на базовых квантовых вычислительных мощностях, которые уже существуют. И то же самое с вентильными моделями. Я уверен, что там случатся решения проблем оптимизации, особенно в сфере химии. Все эти подходы имеют так называемую масштабируемость, зашитую в них, так что перспективы действительно яркие. Все говорят про квантовую крипту. Что же это такое? Квантовый блокчейн, такой нонсенс, знаете. Квантовые компьютеры не собираются взламывать ваш банковский счет. Ну, по крайней мере, пока. Это то, что нас ждет, может быть, в будущем. Сейчас эти устройства – это довольно неуклюжие аппараты, и они довольно шумные. Да, они будут симулировать физику, они будут симулировать химию, они будут заниматься машинным обучением. Но что касается криптографии, она очень дискретна, она очень точная. Сейчас квантовые компьютеры, которые мы имеем, они очень далеки от этой модели, так что волноваться не надо. Существуют алгоритмы, которые люди уже используют, которые позволят сделать такую штуку, когда и квантовый компьютер станет достаточно мощным для этого, и криптографию, и все прочее. Вопрос только в том, когда появятся такие устройства, которые позволят сделать что-то с криптографией. Но я уверен, что это будет не первое применение таких устройств. Это уже гораздо позже, после того, как мы займемся энергоемкими носителями. Это интересная тема для развития. Да, это довольно занимательно, особенно в теории. Но я не думаю, что… Да, знаете, не думаю. Криптография, она, конечно, занимательна, но, повторюсь, сейчас поводов для паники нет. Люди очень много используют эту информацию для того, чтобы нажиться на этом, но давайте быть трезвыми. Итак, интересная часть начинается именно сейчас. Призываю всех проснуться. Какова ситуация с квантовыми вычислениями в России? Люди в России хорошо разбираются в математике, хорошо разбираются в физике, хорошо разбираются в программировании. Мне вот очень нравится Сколтех, поскольку я преподаю в Сколтехе, я профессор. У всех есть доступ к программированию. Почти все студенты умеют программировать, отлично работают с точки зрения того, как работает физика, отлично понимают математику и так далее. У меня есть биофизики, которые говорят, ой, у меня есть интерес в квантовых вычислениях, у меня совершенно нет других занятий в жизни, поэтому я пришел к вам на курс. Ну и отлично, я люблю таких студентов. Итак, где сейчас находится Москва? Куда, в каком направлении может Москва двигаться? Я считаю, что перспективы есть. Эти слайды доступны на моем сайте. Мой сайт это deepquantum.ai. Если вы не найдете вдруг, обязательно пишите имейл. deepquantum.ai. Поэтому здесь я перечислил разных стейкхолдеров, которые у вас есть в стране, которые занимаются теми иным аспектом квантовой технологии. В основном сейчас эти стейкхолдеры сфокусированы вокруг исследовательских университетов. Есть Росатом, там есть лаборатории, которые отлично этим занимаются. И в принципе, Россия уже достаточно значительно продвинулась в маломасштабных экспериментах. Я считаю, что масштаб экспериментов чуть-чуть отстает от самого передового, но тем не менее. Россия достаточно неплохо анализирует. Теоретическая физика, конечно, супер работает. Экспериментальная физика в этом смысле достаточно хорошо профинансирована. Так что большое количество эффектов может быть достигнуто просто за счет того, что вы чуть-чуть улучшите свое оборудование. И чтобы дать вам чуть лучшую картинку, чуть больше понимания, что можно сделать. Я немножко расскажу вам про инициативу МГУ с точки зрения работы квантовых компьютеров. Они разрабатывают в МГУ очень небольшой, такого среднего масштаба от 10 до 50 кубитов квантовый симулятор. И они, собственно, пытаются поймать атомы, пытаются поймать около 50, чуть больше, чем 50. Вопрос не в том, чтобы поймать, вопрос в том, как контролировать. И вот это сложно. Даже когда вы берете 50 этих маленьких частиц, это очень сложно. Это очень такой амбициозный проект. Но если смотреть на то, как организовать процесс на 10-20 кубитах, посмотрим, может быть, уже какой-то минималистичный контроль можно получить. И вот именно здесь находится передовой край науки. В Москве сейчас происходит этот эксперимент, это исследование. И те люди, которые живут в Москве или не очень далеко, можете прийти пообщаться с этими ребятами, они вполне дружелюбны. У них две лаборатории. Смотрите, вот здесь это частицы, которые они поймали. Цветовые частицы, они вот прямо там находятся. И еще одна технология, которая тоже используется в Московском государственном университете, это вентильное устройство. Это то, что работает на основе базовых устройств, то, что мы сейчас называем базовыми квантовыми схемами. В Москве сейчас это очень хорошо развито. В большом количестве мест пытаются организовать лаборатории. Я имею в виду, за рубежом пытаются организовать лаборатории, например, в Сингапуре. Но у них часто нет инфраструктуры или специалистов, у которых есть понимание, как это делать. Так что в Москве могут работать такие эксперименты. И мне кажется, это позитивная новость. Москва – это сильный город с точки зрения академической составляющей, так что у вас всегда есть возможность найти специалиста мирового уровня, который мог бы разработать конкретный эксперимент. Вопрос только в том, как организовать весь процесс. Когда национально-технологическая инициатива зайдет в квант в сентябре, я думаю, моя группа вместе с другими группами будет делать квантовые алгоритмы для этих устройств и аппаратов. Теперь, что касается работы в Сколтехе. Как мы уже говорили, мы фокусируемся на том, что является лимитом, пределом квантовых компьютеров, что они не могут делать. Мне очень интересно рассказывать о том, что вся моя рабочая группа занимается тем, что квантовый компьютер делать не может. Чем отличается квантовый процесс от классического процесса? Что касается более позитивных новостей, у нас уже есть вот эти замечательные чипы. Можно посмотреть, как поле меняется, и можно понять, что, господи, я уже не понимаю, как это поле меняется. Это уже не теория, это уже, знаете, практика. Что вот физики говорят по поводу вычисления? Что физика вообще говорит о вычислениях? Компьютер – это же не просто какая-то математическая данность. Это же обычная физическая система. У нее же есть какие-то физические пределы, например, максимум скорости, света и так далее. Понятно, что машина работает по законам физики. Поэтому, как это семейство функций может выполняться на этом конкретном компьютере? Вот это первые вопросы, которые возникают перед нами. Ребята, которые создают такие устройства, прямо в середине моей карьеры, я подумал, посмотрел. Слушайте, у меня получилось только спрограммировать одну из таких штук и посмотреть, куда это вообще все приведет. Когда у вас есть теоретические группы, которые смотрят на эти приложения, радуются, смотрят, как это работает с точки зрения машинного обучения. Некоторые модели машинного обучения очень похожи на физические модели, и они не совсем естественны для квантовых систем. Есть другие техники, то, что называется тенсорные системы. Это квантовая механика, это симуляция, это графический язык, который описывает их. Это тоже очень похоже на системы машинного обучения. Сейчас для меня стоит вызов посмотреть, как отрасль себя сама меняет. Либо вам придется продолжать делать то, что вы делаете, либо придется посмотреть и честно сказать, я хочу попробовать участвовать в эксперименте в том, что еще нет. Посмотреть на что-то практическое, посмотреть, как программировать с этими маленькими новыми чипами, сделать шаг в науку. Именно Сколтех работает в этом направлении. Сколтех говорит, давайте посмотрим на эти самые современные вопросы, эти современные вызовы, которые происходят от базовых пониманий практических целей и неожиданных выводов. Тогда можно создать что-то абсолютно новое, используя вычисления. Именно в этом направлении мы идем. Я на этом завершу свою базовую лекцию. В будущем я буду рад пообщаться с вами. Всегда буду рад сконтактировать вас с кем-то. У меня большая сеть знакомств и внутри, и в России, и за рубежом. Я очень надеюсь, что здесь мы можем открыть площадку для дискуссии. Человек слева от меня уже хотел спросить про льва. Я буду рад. Но если у вас есть вопросы о квантовых компьютерах, о технологии, о рынке, о львах, ради бога. Все, я заканчиваю свое выступление и буду рад вашим вопросам. Яков, так как насчет льва? Льва. Яков, так как насчет льва? Он находится внутри клетки, снаружи клетки. Итак, странная часть – это тот факт, что вы можете взять частицу, у которой есть меньшее количество энергии, чем у барьера, и вы можете запустить эту частицу в этот барьер, и эта частица может быть измерена на другой стороне этого барьера. И вы можете заниматься более странными вещами, чем эти. Вы можете взять достаточно сформировавшийся, очень продуманный эксперимент, где вы можете заставить частицу взаимодействовать с копией самой себя. И понимание этого – это… По-другому это сказать нельзя. Я с математической стороны физики, я не философ, но я думаю, что у философии есть важное место в науке, но это настолько странно. У меня просто нету других терминов, чтобы выразить этого. Частица может быть в двух местах одновременно на протяжении какого-то времени. Потом копии этой частицы могут воссоединиться и могут мешать друг другу. Это очень странно. Я еще не полностью разобрался с этим. Вы можете делать расчеты, вы можете рассматривать это, и достаточно интересно, что когда разрабатывалась квантовая механика, люди думали, на протяжении долгого времени, думали, что квантовая механика – это всего лишь странный математический артефакт. Они смотрели на эту волновую функцию и сказали, вот функция волны. И потом один человек, который называется Родингер, он смог вывести балансирующий статус у водорода. И потом у него это получилось. И никто в это не верил, поскольку это было всего лишь какой-то волнообразной странностью. Это очень подкреплено очень странными аргументами, но то, сколько она смогла предсказать после этого, что это небольшое загадка, которую они произвели с самого начала, потом смогла положить начало всему этому движению после. То есть вся математика состояла из одних вопросов. Люди говорили, что это всего лишь странный математический артефакт, где у вас есть всего лишь пространство векторов, разные бесконечности, проблемы и так далее, и тому подобное. И запутанная часть этого, это то, что оно работает. И это правда. И это кажется, что там не такое большое количество математических артефактов в его прошлом. И там нету, там не так много измерительной свободы, но все остальное достаточно последовательно. И в целом просто сложно вообразимо, поэтому я нету хорошего ответа на ваш вопрос. Работоспособность квантовых компьютеров измеряется в кубитах. И недавняя инициатива от IBM, это состояло в том, что они построили 50-кубитный компьютер, Google построил 70-кубитный компьютер. Думаете ли вы, как вы думаете, где лежит техническая грань, количество кубитов, которые возможно поместить в одном квантовом компьютере? Это очень хороший вопрос. Если вы сделаете поправку на воздух, и если вы подумаете о физических размерах самого чипа, и в определенный момент она становится слишком большой для того, чтобы даже представить, и у меня нету расчетов под рукой, но я верю, что основываясь на всех данных, мы получим некоторые проблемы. мы не сможем получить очень большой чип, но возможно мы получим одного из средних размеров. Пока вещи остаются маленькими, мы можем их высчитывать, но как только вещи становятся очень большими, их сразу очень сложно высчитывать, потому что появляется случайное соотношение между разными точками. И когда мы говорим о Big Data, о больших данных, мы говорим на самом деле о средних объемах данных, поскольку она очень взаимосвязана и существует много связей внутри. Она достаточно большая, чтобы мы могли запустить ее на крупных компьютерах, но то, о чем больше всего думают люди, это не о самых больших проблемах, а о средних проблемах, где мы можем взять средние грани и представить, что вот скажем, что это достаточно большое, а это недостаточно большое, поэтому мы можем высчитывать самые крупные и самые мелкие проблемы, но это та средняя полоса между самыми крупными и самыми мелкими, которая требует нам. То есть, например, если вы показали свой телефон кому-то 30 лет назад, то, вы сами понимаете, предсказывать будущее очень затруднительно. Эти старые, вы помните эти мемы в интернете, когда люди пишут, что вот компьютер когда-нибудь будет весить меньше 500 килограмм, вы сможете поместить его в свой подвал. И мне кажется, что здесь есть определенное количество инноваций, но проблема заключается в средних данных. Это не в гигантских объемах, а вот именно в этом среднем промежутке. Яков, Джейкоб, Джейкоб, могли бы вы еще раз объяснить, может быть, без особых деталей, как мы можем работать с квантовым машинным обучением и по отношению к этому, как мы можем записывать или заманивать эту физическую систему частиц на некую обучающую базу данных и как мы можем прописать ее в физическое состояние системы. Это очень хороший вопрос. Я смогу ответить на него несколькими разными способами. Например, один, если я хочу использовать квантовый компьютер для того, чтобы стимулировать физическую систему, мне должна быть возможность расчертить эту физическую систему на квантовый компьютер. Например, если мы говорим, например, получить все измерения этой физической системы. Если же я хочу использовать квантовый компьютер для того, чтобы создать некий классификатор для машинного обучения, то, что, мне кажется, вы именно про это спрашивали, если я правильно понял, то создать подобный классификатор для машинного обучения, у меня должна быть возможность сделать так, чтобы квантовый компьютер смог представить, например, глубокую нейросеть. Достаточно интересно, что это может быть выполнена двумя разными путями, по крайней мере, которых я знаю. Один – это использовать ограниченную машину Болтсмана, которая на самом деле смоделирована за то, чем называется модель Айзена в физике сжатой материи. Эта модель крайне напоминает Google и IBM существующие компьютеры, и поэтому они все напоминают модель Айзенга, и они находятся очень близки к машине Болтона, которая как раз взаимодействует с обучением, и поэтому наша задача – это создать последовательность и заставить модель распознать последовательность, чтобы модель могла перенаправить количество энергии в эту последовательность, чтобы дать им концептуальное понимание о том, как это работает. Давайте мы представим, что у вас есть 100 картинок ВАЗ, я уверен, что правительство есть больше, но мы вращаем эти картинки в данные, которые кванта-компьютер может использовать, и мы минимизируем количество энергии, которые подаются на эти картинки одновременно, и тогда мы можем сделать две вещи. Первое – это взять 101 картинку и высчитать ее энергию, и если эта машина была обучена правильно, то да, она скажет, что у этой картинки, да, есть маленькая энергия. А второе – это мы можем запустить это устройство в обратном порядке, тогда мы получим картинки, у которых будут статистически, характеристики схожими с вашими. И поэтому мы можем делать это двумя разными путями, и поэтому обучение D-Wave машины, оно все про то, чтобы заставить систему дать низкое количество энергии определенной последовательности. Вы можете, конечно, делать и другие вещи, но вы можете с ними делать также и другие. Надеюсь, что ответ понятен. Я постараюсь ответить так ясно, как могу. Джейкоб, хорошо, мы сейчас говорим о одном из рисков в блокчейне, но что вы думаете насчет о других рисках, например, о опасностях от оружия. Возможно, кто-то может… что кто-то может выкрасть компьютер из другой компьютеры. Возможно, у нас будет война на всей планете и про всех людей, где люди могут потерять работу, поскольку у нас сейчас нет такого количества времени для того, чтобы изменить нашу специальность, чтобы она подходила для новых рынков. Но сейчас это может быть более опасно, потому что скорость настолько высока. Что вы думаете на этот счет? Хорошо. Это два очень хороших вопроса. Первый – это о военном использовании квантовых компьютеров и будет ли это использовано для причинения вреда. У нас включено два микрофона, могли бы вы выключить один из них. Спасибо большое. У нас два вопроса. Первый – это будут ли квантовые компьютеры использованы для того, чтобы убивать людей. Второй – заберут ли квантовые компьютеры наши работы. И оба этих вопроса являются очень хорошими. По поводу использования как оружия. У нас уже есть достаточно ядерного вооружения, чтобы разрушить мир несколько раз подряд. Поэтому мне кажется, что у нас уже достаточно средств для саморазрушения. В современное время, если мы посмотрим в историю, на население, у них всегда были определенные правила ведения войны. Например, Шаку Зулу, который был предварителем Южной Африки, который говорил, что плевать на правила войны, я просто придумаю свои собственные правила. Потому что до него это было очень своеобразно. Они выстраивались в 50 шагах друг от друга и закидывали друг друга камнями. А, например, два короля, два предводителей местных племен бы сражались до смерти, чтобы решить свой спор. И это было везде – в Америке и в Европе. Почему? Потому что жизнь слишком цена. И даже сегодня мы имеем правила войны. Сегодня мы не используем ядерное оружие. Поэтому мне кажется, как сообщество, мы контролируем сами себя. И чем дальше мы прогрессируем, тем больше мы себя контролируем. И многие думают о позитивном применении и позитивных возможностях квантовых компьютеров. Мне кажется, что классические компьютеры, их уже использовали на большее зло, чем кванты компьютеры когда-либо будут использовать. Но, с другой стороны, нам не нужны более мощные оружие. У нас уже есть оружие, которое слишком мощное, основываясь на наших правилах войны. А теперь рассматриваю второй вопрос о экономике. Я капиталист за свободный рынок, либертарианец. Я за свободу или смерть. Но, с другой стороны, я поддерживаю социальные программы. И если мы не регулируем наш рынок, то банки становятся страшными. И если квантовые компьютеры придут, то изменится ли рынок труда? Да, изменится. Но и нужно ли будет обществу еще раз изобрести себя? Да. Связано ли все это вместе? Да. Сделают ли квантовые компьютеры это лучше или ухудшат ситуацию? Мы не знаем. Вот мое поколение, в частности, мы считаем, что нужно оставить всех покой, и тогда оставят покой вас. И нам нужно заново посмотреть этот вопрос по отношению к современному миру. У нас есть все эти программы, которые теперь помогают и обществу, и образованию, и найти, где есть место для всего этого посредине политики и посредине разных точек зрения. Но, на самом деле, нам нужно сделать так, чтобы люди считали, что это нормально, и чтобы они могли делать то, что можно делать при помощи квантовых компьютеров на всеобщее лучшее. И как же будет выглядеть это будущее? Будут ли они просто смотреть друг на друга и просто ничего не делать? Будет ли такой мир лучше? Мы не знаем. Вот страшный мир — это если Google будет владеть всеми квантовыми компьютерами, всеми роботами, и будет ли такой мир лучше? Я не уверен, это будет как некий фильм ужасов. Поэтому я надеюсь, что этого не случится. Спасибо. Вы упоминали о квантовом устройстве для отжига. Вот хотелось бы узнать детали технические. Во-первых, насколько большое это устройство, которое в 2018 году, вы сказали, выйдет на рынок. Ну и что за компания выпускает хотя бы какие-то характеристики, где посмотреть? Хорошо. Во-первых, ищите Fujitsu Digital Annealer. Fujitsu Digital Annealer. Это устройство, считают, будет классическим устройством для отжига. Оно еще не будет квантомеханическим, но оно будет брать модель графа и будет минимизировать функцию негатива. Это является минимальной ограничивающей функцией. А машины Google… Нет, извините, нет, нет, уберите, не Google. Уже поздно, да, извините. Машина D-Wave также является D-Wave. Находится в Ванкувере. Это канадская компания. Они продают эти квантовые компьютеры. А теперь про размер. Мне кажется, что устройство Fujitsu доступно с 2000 классических спинов, и они обещают повысить количество спинов до 8000. А D-Wave на настоящий момент находится на 4000 спинов, и они ускоряются при помощи квантовой механики. Это очень интересно. И мне кажется, что это будут первые принципиально другие компьютеры за очень долгое время. На сегодняшний день компьютеры работают с другой вещью. Те, которые работают с архитектурой Ванров, все, которые пытаются минимизировать количество используемой энергии, и поэтому эти новые компьютеры будут принципиально отличаться от Fujitsu, и D-Wave System — это те, на которые нужно обращать внимание. И после того, как эти начнут свою работу, мы сразу получим намного большое количество конкурентов, по крайней мере, так думаем. Здравствуйте. Я хотел бы задать вам вопрос. Квантовые компьютеры имеют проблему при низких температурах. Что вы думаете о том, как адаптировать эту технологию в будущем? Как много лет это займет с текущими технологиями? Может быть, с текущими материалами, может быть, с развитием новых материалов? Потому что я не уверен, как текущие материалы могут позволить построить хорошую систему. Большое спасибо. Ну, на самом деле, сейчас уже делают прекрасные вещи, вполне впечатляющие. Позвольте, я найду этот слайд. Немножко сложно здесь увидеть, но тем не менее. Что в этой коробке, собственно, находится? Если вы будете в интернете искать IBM Cube, то там вам покажут большое количество проводов и многоэтапную хморозильную установку. Они это сейчас делают прямо сейчас, да. Прямо физически могут построить. И мне кажется, что даже уже наличие физического такого образца – это огромный шаг вперед для человечества. Это прямо такой фундаментальный большой успех. Там большое количество вызов, на самом деле, стоит. Материал – это не только самый главный вызов. Как сделать их меньше, как миниатюризировать их, но при этом не сделать их хуже, я не знаю. Мы сейчас находимся в том этапе, когда мы только в начале пути. Если вы подумаете о технической индустрии, в принципе, когда появились транзисторы, первое время люди вообще должны были вкладывать огромные деньги для того, чтобы коммерциализировать их. Они начали думать о том, как можно делать устройства для людей с проблемами слуха при помощи этих технологий. Вот на этом финансировании они получили деньги много лет назад. И, наконец, транзисторы оказались в состоянии заменить текущую технологию, которая была тогда основана на трубках. Я не знаю, куда мы зайдем, но я понимаю, что классические компьютеры, которые мы имеем на текущий момент, окажутся значительно быстрее. Проблема проводов, проблема окружения этих девайсов окажется тоже важной. Особенно для таких стран, как Россия, у которой уже есть большое количество талантов, компонентов, условий для создания этой системы. Поэтому важно подсказать, что у нас сейчас есть НТИ и как мы справимся с проблемой проводов. Вам нужна инфраструктура в стране для того, чтобы создать то, что вы пытаетесь создать. И я не уверен, что у каждой страны это получится. Позвольте, я покажу еще одну картинку. Вот смотрите, чипы из МГУ. Это простая история с проводами, но будет она улучшена уже значительно после работы в рамках НТИ. Посмотрите, это будут, скажем так, только части целого. Я не знаю, как долго нам придется ждать, чтобы увидеть значительный прогресс, но если на 50 кубитов уже можно добиться какого-то результата, то будет, конечно, круто. В будущем мы сможем значительно продвинуться. Я думаю, и IBM в этом направлении тоже скоро сделает вполне впечатляющее открытие. Помимо квантовых вычислений и квантовой криптографии, есть ли еще какие-то кейсы или использование квантовых технологий? Есть такая возникающая сфера, так называемая квантовая сенсорика. Есть машинное распознавание и машинное зрение. Я думаю, что сейчас, используя алгоритмы, которые не используются в радарах и сенсорах, можно будет продвинуться значительно вперед. Да, есть миллионы способов и возможностей применить эту технологию. Вы можете посмотреть вокруг себя и увидеть, что практически каждый прибор использует те или иные элементы квантовой механики. Опять же, про транзисторы. Можно сделать модель и можем предположить, что квантовая модель здесь даст нам какие-то средние показательные результаты. Мы пытаемся посмотреть, в чем базовый фундаментальный принцип. Мы даже не будем знать еще, как точно конкретный результат будет выглядеть, потому что потребуется проанализировать огромное количество абсолютно новых, неожиданных результатов. Так что во второй квантовой революции будет происходить огромное количество значительных изменений. Как я уже сказал, в первой квантовой революции мы будем избавляться от шума и базовых проблем. Во второй квантовой революции мы будем добиваться, прошу прощения, высокого контроля над супер мелкими системами. Это не будут просто квантовые радары, квантовые сенсоры, но практически любой прибор, любое устройство вокруг вас будет модифицирован и изменено благодаря этой революции. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я человек новый в квантовых вычислениях, поэтому вопрос очень простой. Какие ожидания сообщества от развития квантовых вычислений через 10 лет? Что произойдет, как это будет сопоставимо с существующими суперкомпьютерами, которые на существующих технологиях? И вот тот прогресс, который есть за предыдущие пять лет развития, он подвигает нас к мысли о том, что через 10 лет мы дойдем до каких-то результатов, которые ожидаются? Или пока путь разочарования? Мы двигаемся гораздо быстрее, чем думали. Абсолютно с высокой точностью могу сказать, что внутри самой науки мы движемся супер быстро. Снаружи, может быть, кажется, что очень медленно, но у нас очень долгое время сохранялась ситуация от 5 до 10 кубитов, но внезапно мы стали понимать, как сделать 50 и 70. И произошло это супер быстро, очень неожиданно. И это произошло всего пару лет назад. И мне кажется, что это уже значительная точка изменения, которую мы прошли супер быстро. Мы уже смогли поставить это под контроль. И с точки зрения отжига, мне кажется, здесь нет ничего такого, что могло бы показать медленность действий. Посмотрите, Fujitsu, девайсы, которые были спровоцированы развитием квантовых технологий и многие другие. С моей точки зрения, все происходит супер быстро, и мне кажется, ничего не замедлится. Как только мы выведем на рынок первые девайсы для отжига, мне кажется, что вот этот классический процессор, который мы можем построить на основе квантовых вычислений, Мне кажется, классический процессор действительно просто уйдет с рынка, потому что оптимизация будет значительной. Знаете, например, самолеты прекрасно садятся, производят посадку без квантовых компьютеров. Поезда приходят вовремя без квантовых вычислений, но будут значительные прогрессы для большого количества отраслей сейчас, в том числе с использованием устройств Fujitsu. Сейчас D-Wave делает девайсы четвертого поколения. Мы говорим про 16 тысяч спин-офф. Это очень сложно для симуляции. Что касается гугловских достижений, но мне кажется, что это то же самое, как Ferrari про гоночные машины я вам рассказывал. Возможно, это усилия по созданию гоночной машины во имя науки. Посмотрим. Когда мы говорим про 50 кубитов, очень сложно говорить о том, куда мы будем двигаться в практику. Возможно, вам нужно несколько сотен битов, которые хорошо контролируются. Я не знаю, когда это произойдет. Как я уже сказал, мы сейчас вертелись достаточно долго, почти десять лет, около чисел в пределах десяти. А сейчас, ничего себе, Google начал это делать и D-Wave, которым 27 лет, господи, посмотрите на это. Они делают уже устройство для отжига и вперед. И поскольку прошлые данные уже достаточно содержательны, не знаю с точки зрения Google, но изнутри отрасли это уже шокирующие новости. Если бы мне два-три года назад сказали, что IBM выпустит историю с 20-30 кубитами, я бы сказал, да ну, ребят, вы шутите надо мной. Еще один вопрос, Джейкоб. Что вы думаете о новых направлениях технологии? В каком направлении будет двигаться эта технология? Для больших данных или для какой-то другой технологии мы будем видеть значительный прогресс? И, может быть, пару примеров можете привести. Отличный вопрос. Спасибо. Моя аудитория сейчас, конечно, находится в том числе в онлайне. У меня очень конкретная аудитория. Это не очень большая аудитория, но она очень нишевая. И среди этой аудитории я бы хотел вас стимулировать кое к чему. Давайте сделаем Москву местом, где появляется программное обеспечение для квантовых проектов. Посмотрите, я не собираюсь бросать свою работу профессором, но я с удовольствием готов вам помочь. Сделайте стартап, сделайте проект, начните разрабатывать что-то, с чем вы смогли бы конкурировать с Бостоном. У вас классные специалисты, классные мозги, почему бы этим не воспользоваться? Давайте попробуем здесь сделать центр программного обеспечения. Конечно, с железяками здесь гораздо сложнее с Гуглом конкурировать, но почему бы не сделать Москву центром очень крутого достижения сейчас? Вы можете пойти в Deep Learning, в конце концов, потом. И что касается этого, сделайте компанию по программному обеспечению для квантовых вычислений. Сделайте это, чтобы она, например, сделала какие-то медицинские открытия или в химической области. Попробуйте, в конце концов, наберитесь смелости и сделайте это в Москве. Потому что у Москвы сейчас этого совсем нет. И мне так странно, что Москва – это практически единственный город в мире, где так много технических специалистов, так много мозгов. И там уже есть компании, которые производят программное обеспечение в области квантовых исследований. И почему-то у Москвы этого нет. Почему у других городов это есть, а у вас нет? У всех компаний, которые уже работают в этом направлении, у них у всех серьезные ниши. Мне кажется, вы будете использовать, например, квантовую механику для фармы. Вот здесь будет квантовая механика для химии. Я же не знаю, даже классические программные обеспечения проекты. Это тоже возможно. Очень сложно построить, прошу прощения, стартап, который потребует у вас абсолютно полного… Подождите, подождите, чуть позже будете хлопать. Но кто-то в Москве обязательно должен заняться этим. Мне кажется, что для этого есть сейчас открытая ниша. Да, да, можно похлопать. Да, сделайте, сделайте такую компанию для программного обеспечения. Мне кажется, есть отличный момент для того, чтобы нам, может быть, закрыть нашу дискуссию. Спасибо. Мне очень хочется верить, что вам понравилась дискуссия точно так же, как и мне. Я не очень люблю говорить на публике, но прикольно. Я очень надеюсь, что результатом этой нашей дискуссии станет какое-то изменение в Москве. Нам нужны обычные ребята из IT, обычные программисты, обычные стартаперы, которые умеют и могут работать с квантовыми технологиями. Можете, например, попробовать в МГУ пойти на программу для докторантов. Можете попробовать пойти на степень, связанную с квантовыми вычислениями. Можно делать, в конце концов, стриминг по поводу ваших выводов о квантовых вычислениях. Все те, кто смотрит нас в трансляции сейчас, я уверен, тоже заинтересованы. Можно привлечь большое количество аудитории. Им почему бы и нет? Ну, даже если не попробуете, но попробуйте поймете, что если в будущем увидите какие-то квантовые вычисления и работы в этом направлении, обязательно пишите мне, я буду рад с ними тоже познакомиться. Супер последний вопрос. Когда-нибудь мы увидим, ли мы когда-нибудь вычислительные устройства квантового типа на наших мобильных телефонах? Вы знаете, были уже эксперименты по созданию квантовых компьютеров, которые работают прямо при комнатной температуре. В принципе, мы, может быть, не скоро такое увидим, но в принципе, наверное, да, в какой-то момент. И, скорее всего, это произойдет именно с мобильными телефонами в первую очередь. Большинство таких экспериментов делаются при супер низких температурах? В какой-то момент, да. В какой-то момент. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.